В Махачкале 14.45 в студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Шарипат Шульгинам. Здравствуйте. Глава Дагестана поздравил дагестанцев, последователей иудаизма со светлым праздником Пейсах. Иудейская община Дагестана, наряду с представителями других традиционных для республики религии, уделяет большое внимание вопросам сохранения мира и согласия в нашем многонациональном регионе, содействуя укреплению взаимопонимания между людьми и народами. Выражая уверенность в дальнейшем развитии межконфессионального диалога во имя мира и созидания на дагестанской земле, говорится в поздравлении. В эти дни верующие вспоминают эпизод библейской истории, связанный с исходом евреев под предводительством Моисея из Египта и окончанием многовекового рабства. Один из главных иудейских праздников ежегодно отмечают игорские евреи, проживающие в Дагестане, говорит прихожанин Махачкалинской синагоги Семен Ильягуев. Еврейский народ по натуре любит свободу, и поэтому в своей истории все время приходилось бороться за эту свободу. И тем не менее, как бы ни было тяжело, он этой свободой добивался. Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в первом квартале этого года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество самолётовылетов. Дагестанская винодельческая продукция впервые представлена на международной выставке вин и спиртных напитков в Италии. Всего 20 российских компаний из шести регионов страны привезли в Италию около 600 наименований продукции. Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров» прошла сегодня в Махачкалинской школе номер 37. Участие в ней приняли ученики семи пилотных школ российского движения школьников в возрасте от 12 до 15 лет. Управление Роспотребнадзора по Дагестану обеспокоено неудовлетворительной подготовкой летних оздоровительных учреждений к сезону 2017 года, заявила главный санитарный врач республики Элеонора Амариева в ходе селекторного совещания. В Театре поэзии состоялся поэтический вечер взойти на сцену. К 80-летию со дня рождения одного из крупнейших русских лирических поэтов второй половины 20 века Белла Ахмадулиной. Дагестанка Виктория Ваулина завоевала золотую медаль первенства России по вольной борьбе среди юниорок, проходившего в городе Гулькевичи Краснодарского края. В Махачкале 11-13 тепла.